Здравствуйте, друзья! Меня зовут Вадим Прятко, я практикующий ветеринарный врач. И сегодня с моим коллегой Анатолием Петруком мы поделимся своим первым опытом использования инфузионных растворов в пластиковых пакетах. То есть традиционно мы уже многие годы, десятилетия используем инфузионные растворы различные в стекле, в бутылках стеклянных. И вот компания Бровофарма, учитывая современные тенденции, разработала такие пакеты и теперь будет фасовать свои инфузионные растворы вот в такие пакеты. И спасибо компании Бровофарма, которая предоставила нам эти пакеты, для того, чтобы мы могли их протестировать, посмотреть, как они работают. И как раз у нас есть такой случай, у нас есть коровка, у нее есть послеродовой метрит, токсический метрит с интоксикацией. Вот, немного у нее есть угнетение, повышена температура. И у нас мы используем растворы кальция хлористого, глюконата, кальция 20%-го. Также у нас есть 40%-ая глюкоза, а также у нас есть физиологический раствор. Физиологический раствор, кстати, расфасован в литровой упаковке. Это очень удобно, сами посмотрите. И вот эти растворы в 200-миллилитровых. Я так понимаю, компания Бровофарма будет их тестировать, будет давать ветеринарным врачам, которые хотят их тестировать. И уже сами ветеринары определятся, какие лучшие расфасовки, в каких именно инфузионных растворах, в каких расфасовках лучше им будет использовать. Ну а сейчас я предложу Анатолию провести внутривенное вливание нашей коровки. Анатолий, лови! Как хорошо, друзья, что это не стекло. А то уже были бы проблемы, разбились бы. С недавнего времени компания Бровофарма освоила разлив стерильных инъекционных растворов в мягкие полимерные мешки объемом 200, 500 и 1 литр и предоставила нам несколько таких. Мешки изготовлены из прочного медицинского ПВХ, который является нетоксичным и снабжены портом типа Виала, трубка с конусообразной горловиной и резиновой пробкой под алюминиевой крышкой, петелькой для подвешивания и удобного использования препарата. Мешки имеют ряд явных преимуществ. Прочные к падению, компрессионному и термическому воздействию, стойкие к химическому воздействию, не вступают в контакт с препаратом. Небольшой вес по сравнению со стеклянной тарой того же объема позволяет существенно экономить на транспортировке препаратов. С мешками удобно управляться в работе. Очень классно, друзья, когда ты сам капаешь корову и некому помочь подать, ты берешь просто эти все флаконы, пакеты и только меняешь себе поочередно. И для переноски удобно, то есть по транспортировке. Вот, взял. У каждого, друзья, пакета есть крепление, можно вешать, например, на болтик. Очень удобно, когда ты закончил капать корову и пакет у тебя пустой, чтобы он тебе не мешал, ты просто его можешь вышвырнуть вот так под ноги. Ну и после капельницы не забудьте их собрать. Берегите природу, собирайте пластик и утилизируйте его правильно.